МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограбить магазин с игрушечным пистолетом решил один из гостей столицы. Сотрудники сельского РУВД задержали уроженца Южно-Казахстанской области. Подозреваемый рано утром решил выпить, но не имея наличности, на срочную покупку стал угрожать продасту игрушечным пистолетом и требовать бутылку пива. Установить и задержать подозреваемого удалось благодаря камере видеонаблюдения, которое зафиксировало госномер автомобиля. В этот же день попались еще два грабителя-гастролера, один из которых оказался уроженцем Узбекистана. Они отобрали у 20-летнего жителя столицы в подземном переходе 265 тысяч тенге. Подозреваемых задержали в течение получаса, и они уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 198, это грабеж. В настоящее время ведется расследование, задержанный водворенный изолятор временного содержания. А также проверяется причастность их, и это аналогично таким преступлениям, которые совершены на территории Астаны. Бесплатное горячее питание организовали для бездомных в Астане. Уже с 1 декабря социальный патруль в Центр социальной адаптации начнет выезжать на три объекта. Предполагается, что первое, второе и горячий чай будут получать до 100 человек в день. Кроме того, мобильная служба регулярно прямо на месте будет оказывать первичный медицинский осмотр и санитарную обработку. В Астане презентовали первый детский ювелирный бренд. Эти изделия казахстанского ювелирного искусства для детей и подростков. А украшения эти не только элемент декора, но и история намадов, опощённые в металле. Автора проекта на эту идею вдохновили две маленькие дочери, которые однажды тоже попросили колечки Космурен. Теперь в коллекции для юных модниц есть, например, серия кулонов от художника-реставратора с мировым именем Крыма Алтымбекова. Его кулоны выполнены по мотивам скифа-сакского ювелирного искусства. Кроме того, в рамках выставки специально для учеников художественных школ и для будущих золотых дел мастеров прошли мастер-классы от именитых зергеров Казахстана. Украшения выполнены из традиционных материалов, из серебра. Используется бирюза и хризалит. Вся коллекция задумана для того, чтобы рассказать о традициях наших предков, детям и подросткам. И я думаю, создать для них доступные украшения – это лучший способ не только рассказать, но и полюбиться подрастающему поколению. В современной школе мало быть отличником и призером Олимпиад, нужно быть еще и лидером образования. Такую персону и выбирали в Астане. Как отмечают организаторы, конкурс проводится с целью воспитания молодежи, стремления к знаниям и формирования лидерских качеств и казахстанского патриотизма. Задача конкурса заключается в популяризации образа казахстанца-патриота, уважающего и ценящего достижения и успехи своей страны. Участниками конкурса станут ученики 10-х и 11-х классов, общеобразовательных школ и студенты первых курсов колледжей столицы. Конкурсантам нужно ответить на блиц, сойтись в интеллектуальном турнире и проявить ораторский талант. Все участники будут награждены поощрительными призами, получат номинации, подарят им планшеты, а лидеру учащемуся подарят ноутбук и путевку в Англию. 228 учащихся принимало участие. В первом отборочном туре проведилось тестирование, проверяли академические знания учащихся. На финальный тур, на городской конкурс, были отобраны 10 учеников, студентов колледжей, самые лучшие ученики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова